Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Современный мир все чаще определяет весомость человека прежде всего по его внешности. Так получается, что чем вы красивее, тем легче вам живется. Но если для кого-то современные мерки красоты это благословение, то для кого-то это приговор. Светлана Савченкова не понаслышке знает, как живется тем, чья внешность далека от идеала. Но не делайте поспешных выводов. Женщина была красивой, но у ее красоты была одна особенность, которая с годами становилась все более отчетливой. В течение долгих лет женщина страдала от болезни, которую в медицине называют герсутизм. Это чисто женский недуг. Он проявляется тем, что у женщины начинают активно расти волосы в тех местах, где их практически не должно быть. Неприятная вещь для тех, кто воюет за звание красавицы. Но такая болезнь есть еще и серьезным сигналом о том, что в работе эндокринной системы произошел серьезный сбой. И даже не надейтесь, что со временем это пройдет само собой. Первые признаки этой коварной болезни появились еще, когда Светлана была ребенком. Тогда это было еще не сильно заметно, а следовательно не создавало женщине сильного дискомфорта. Плюс лечение еще давало вполне положительный результат. Так она и жила, пряча свою особенность и постоянно поддерживая свой организм таблетками. Шли годы, и она смогла принять себя, несмотря на все «но». Ей удалось строить жизнь, не ограничивая себя ни в чем. У нее была хорошая работа, своя семья, и теперь они ожидали малыша. Казалось бы, все уже позади, но жизнь решила по-другому. После рождения сына ее проблема начала набирать новые обороты. Лекарства больше не могли сдерживать ее чрезмерно активную эндокринную систему. И теперь ее подбородок ежедневно покрывался густым слоем волос. Не самое приятное зрелище, если честно. Ее муж с самого начала знал о болезни жены, а потом делал все, чтобы ее поддержать. В конце концов, он полюбил ее не только за ее внешность. Для него гораздо большее значение имел сам человек, чем ее оболочка. Он неоднократно становился свидетелем того, как его жена срывалась на рассвете, пока еще весь мир спал, и на цыпочках, тихо, без всякого лишнего движения, направлялась в ванну, чтобы сбрить нежелательную бороду. Но он никогда ей этого не показывал, ведь знал, как сильно она волнуется из-за этого. В последние годы даже это уже больше не помогало скрыть проявление болезни. У нее подрастал сын, и она не хотела, чтобы из-за нее кто-то издевался над ним. Вы же знаете, какие сейчас дети, им только дай повод с чего-нибудь пошутить. Чтобы скрыть свою бороду от мира, женщина даже начала носить маску. Кроме физического дискомфорта, эта ситуация еще и стала для Светланы психологической травмой. Она сама себе казалась отвратительной, не могла нормально общаться с людьми, ведь думала, что все от нее будут убегать, как от прокаженной. Она даже начала избегать самых близких ей людей, мужа и сына. Светлана сейчас не могла решиться подойти и поцеловать сына. А еще ежедневно боролась со страхом, что однажды муж найдет себе красивую женщину и оставит ее один на один с ее проблемой. Но он был об этом совсем другого мнения. Он постоянно искал способ, как помочь любимой облегчить ее страдания. Они перепробовали уже много способов лечения, но ни один не давал желаемого результата. Он видел, что после каждой новой неудачи вера жены в хороший результат таяла на глазах. Среди всего многообразия вариантов, они решили прибегнуть к последнему программе «Я стыжусь своего тела». Ее суть в том, что команда врачей пытается решить проблемы, с которыми не смогли справиться другие специалисты. Женщина стала участником, прошла десятки обследований. Врачи нашли причину герсутизма, а потому смогли подобрать ей терапию, которая была действительно эффективной. Они удалили нежелательные волосы, а курс лечения сделал таким, что они в нежелательных местах больше не появлялись. Наконец, ее мечта осуществилась. Теперь женщина могла выдохнуть с облегчением и снова начать жить полноценной жизнью. Ей больше не надо было носить повязку, а еще она могла снова обнимать и целовать своего малыша. Света на собственном примере доказала всем, что в жизни нужно ценить абсолютно банальные вещи. Объятия, поцелуи и другие подобные вещи способны поднять нам настроение, успокоить, подарить уверенность в следующей минуте и заставить верить в себя. Мы не ценим этого пока не потеряем, но, к сожалению, вернуть это иногда бывает уже очень нелегко. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.